Об МФТ я узнала от своей американской знакомой, с которой мы раньше сотрудничали в рамках одного арт-проекта, онлайн-коллаборация, скажем так, которая увидев несколько моих работ, сказала, почему ты это не заметишь. И я подумала, да, действительно, почему бы и нет. Так появилось на всевозможных МФТ-маркетплейсах. В этом плане я очень избирательна, поэтому здесь мне, конечно же, важнее смыслы. Кому-то милее пиксельные обезьянки, и я понимаю и могу объяснить, да, вот эту субкультуру. Мне же хотелось донести какие-то иные смыслы. В частности, привлечь внимание к незаслуженному забытому жанру опере. Так появилась МФТ-опера. Я очень благодарна в этой связи солистке театра оперы-балета Коми Валерии Зеленской, которая откликнулась на моё вот такое странное, да, фриковатое, с одной стороны, предложение поучаствовать в этом формате, реализовать себя вот и с такой точки зрения.